Будем в рулевой рейке проходиться метчиком не 14 на полтора, как указано в книжке по ремонту автомобиля, а метчиком 16 на полтора. Сразу что по-другому вы не подберетесь конкретно метчиком, потому что у воротков мешают ручки. Продолжение следует... Ну вот, после того, как мы метчиком прошлись, только после этого рулевая тяга спокойно закручивается. И это получается, что если тяга самая первая, которая меняется, то у нее как раз и все проблемы. Потому что после того, как мы завальцованную часть рулевой рейки прошли с резьбой, то все остальные рулевые тяги и закручиваться, и раскручиваться будут без проблем, без сжирания резьбы. Ну вот, тягу новую мы закрутили. Так, обычный хомут я снял, который стоял. Нравится мне он, что он не винтовой. Вот, купил хомут, который 40 на 60 стягивает. С этой стороны гофру нужно обработать герметиком, для того, чтобы у нас влажность не попадала. Собственно, я его и... Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, гофру мы насадили, хомут стянули. Сейчас с этой стороны гофру натягиваем до тех пор, пока она не сядет на свое место. И сюда же надеваем хомут. Так, ну, наконечник рулевой тяги мы поставили на место. И надели назад гофру. Хочу заметить, что если брать какие-то заменители, то у нас уже идет расхождение. Тут был ключ, а ключ был на 12, сейчас по ходу 12 прокручивается, на 10 не идет, значит на 11. Если в дальнейшем что-то следовать инструкциям, уже будет расхождение. Вот и так, в принципе, вот есть процесс. Спасибо. 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 Спасибо.